МРГ Инвест Таким образом, надо полагать и возник ущерб в три с лишним миллиона, о котором говорит полиция. После возбуждения уголовного дела понадобилось изъять необходимую документацию для дальнейших следственных действий и судебных экспертиз. С этой целью и проведены вчерашние обыски во Владимир Энергосбыте. Прокуратура Владимира защитила интересы ребенка-инвалида, семья Малышевых, в которой он воспитывается, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако администрация не спешила предоставлять жилье по договору социального найма. Данный факт побудил прокурора написать судебный иск. И теперь городские чиновники обязаны предоставить этой семье вне очереди благоустроенное жилое помещение по решению суда. А вот Илье Сорокину попытается помочь доктор Рошаль. Напомним, школьник из Вязников жестоко избил сверстник, мальчик стал инвалидом. Мама собирает деньги на реабилитацию за границей. Но вот спустя полгода после трагедии активизировался наш департамент здравоохранения. Как там заявляют, директор облздрава Александр Кирюхин лично попросил Леонида Рошаля посмотреть мальчика. И 22 сентября Илью Сорокину везут в Москву к всемирно известному доктору. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где работает доктор Рошаль, реабилитация Ильи Сорокина будет проходить по индивидуальному плану.